Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки, маленькие и взрослые. Привет, друзья! Какую чудесную книгу оставил нам наш Господь, чтобы мы могли научаться мудрости отличать злое от доброго, плохое от хорошего, а также настоящее от ненастоящего. Знаете, о чем у нас сегодня урок? Давайте посмотрим. Посмотрите внимательно, что это такое. Вы знаете, что это такое? Ты тоже не знаешь, Версалия? Желтое – это пшеница. Из пшеницы делается хлеб. Правильно! Сначала берется зерно, оно превращается в муку. Вы видели, как выглядит мука, правильно? Мама из муки печет пироги и хлеб. А вы знаете, что вот это такое? А это плевелы. Плевелы – это такие вредные растения, сорняки называются. Вырастают между пшеницей. Они очень похожи на пшеницу, но они совсем не приносят доброго плода. А наоборот, их семечко является ядовитым. Давайте прочитаем смартфон. А их нельзя есть? Нет, их кушать нельзя. Они не приносят доброго плода. Это солома. Ее сжигают. Давайте прочитаем, что Иисус говорит нам в своем слове о пшенице и плевелах. Хорошо? Хорошо. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы-домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое, до жатвы. И во время жатвы я скажу знецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Евангелие от Матфея, тринадцатая глава, с двадцать четвертого по тридцатой стихи. «Дорогие детки, посмотрите, что у меня в руке. Что это такое?» Плевелы и пшеницу. «Давайте внимательно посмотрим на плевелы и на пшеницу. И попробуем подумать, Сифорочка, чем они отличаются. Посмотри внимательно. Какого цвета пшеница?» «Желтого». «Желтого». А какого цвета плевел, когда он созреет? «Зеленого». «Зеленого». А что еще, как ты думаешь, у них отличительного? Больше ничего. Они очень похожи между собой, правда? Плевелы и пшеница между собой почти не отличаются, когда растут. Но когда они вырастут, то они приносят плод совершенно различный. Пшеница и его зерна приносят плод добрый, из которого делают муку. А плевел – это сорняк. Его бросают в огонь и сжигают. Давайте, детки, подумаем, что же Господь хотел нам сказать через эту притчу. Сифорочка, в церкви есть люди, которые похожи на пшеницу. Они любят Бога и приносят добрый плод своей жизнью. Они любят своих братиков, сестричек, мамы, папы, слушаются, молятся и искренне-искренне всем сердцем любят Бога. А плевелы – это люди, которые на самом деле не любят Бога. Они не ищут Бога и не хотят с Ним общаться. Они тоже приходят в церковь, но они не приносят доброго плода, потому что они – плевелы, и в сердечке у них нету любви к Богу. Дорогие детки, по воле Божьей, пшеница и плевелы растут на поле вместе. Несмотря на то, что они очень похожи, пока они растут, мы можем отличить их по плодам. И когда они созреют, то приобретут разный цвет. Плевелы останутся зелеными, а пшеница пожелтеет. И Господь соберет свою пшеницу в житницы, а плевелы свяжет в снопы и бросит в огонь, чтобы сжечь. Также, дорогие детки, и в церкви вы можете видеть разных людей, как пшеницу, так и плевелы. Люди, похожие на пшеницу, приносят добрый плод. Они искренне тянут свои колоски к Господу и стремятся во всем, в каждом дне, в каждом своем действии, исполнить волю Божью. А плевелы, вы можете заметить, когда они растут, они наклоняют свою головку вниз, таким образом стремясь к земле. Так и в церкви бывают люди, которые похожи на эти плевелы. Их основная цель – это земная жизнь. Они любят себя, они любят земные удовольствия, пристрастия, богатства. Детки, пока вы маленькие, очень сложно определить, кто плевелы, а кто пшеница. Поэтому Господь сохранил всех до определенного часу, пока Он не придет и не соберет свою пшеницу к себе домой, на небеса, где Он приготовил для нас место. А плевелы, как сорняк, сгорят в огне. Детки, не теряйте времени, ищите Господа, любите Его всем сердцем, читайте Писание, молитесь, просите родителей, чтобы они рассказали и объяснили вам тексты этого Писания. Возрастайте в каждом дне, уподобляясь пшенице, и тогда вы увидите добрые плоды, и однажды Господь заберет вас к себе в житницу на небеса. Детки, давайте с вами помолимся, чтобы в нашем сердце было серно пшеничное, чтобы оно росло и принесло добрый плод. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое осеется в наши сердца и приносит добрый плод. Благослови нас быть пшеницей Твоей, чтобы однажды Ты собрал нас в Своей житнице. Аминь. Аминь. А теперь давайте делать нашу поделку. Для нашей с вами поделки нам понадобятся вот такие распечатанные поля с пшеницей и плевелами. И на этих полях мы с вами будем приклеивать пшеницу и будем приклеивать плевелы. И на этих полях мы с вами будем приклеивать пшеницу и плевелами. И на этих полях мы с вами будем приклеивать пшеницу. 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 Пшениц. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!